Женя, давай, твои эмоции. Ты не риэлтор, ты вообще не заинтересован. Говори все как есть. Я не через что нажимал. Ну что, ну квартира? Ну да. Нет, ну слушай, типичная квартира. Каждая низкая. А в рублях это 2 миллиона 200. А, сейчас вообще лира 9 и 5, даже меньше получается. Это миллиона 2 рублей. Вот то, что вы хотели от меня просили. В Волане я вам не могу этого дать здесь. Вот, могу. Встроенный шкаф здесь есть, это все в стандартной отделке идет. Ну так вот, друзья. Мечта ваша, жить на море. За 2 миллиона реально в Луфе, да, купишь ты квартиру? За 2 миллиона? Ну. Я думаю нет. Даже не купишь, а тут вообще можно мечту типа воплотить, да, жить на море. Вон он домик наш, смотри. И все, и живешь на море спокойно. Едем по районам, смотрим, ну везде как бы благоустройство идет. Там что-то делают, там плитку привезли, там делают ливневку. Ну реально, наверное, район новый. Только вот-вот-вот все строят. Ну вот здесь все равно уже как-то и магазин вон есть, что-то как-то уже поинтереснее. Это, безусловно, на перспективу надо рассматривать. То есть, ну невозможно за такую цену получить сразу уже готовый район с этой ценой. Итак, Настя, куда мы опять приехали? Это уже у нас район... Тедже. Тедже? Тедже это газ, это значит, что он уже подключен сам район к газу. Здесь, как и во всех комплексах, дальше в районах, там уже все коммуникации подведены. Но здесь уже газ активный, то есть в самом районе. То есть вы можете заезжать, устанавливать этот газовый баллон. А мы прямо увидим, да, его, наверное, сейчас, этот баллон? Здесь в этом доме еще нет, он тут строится. То есть пока строится... А, дом еще не сдан, да, получается? Дом еще не сдан, дом сдается в апреле 21-го. По ценам, сейчас посмотрим, да, все расскажешь. Здесь, ты говоришь, чуть-чуть побогаче инфраструктура, есть и сауна, и зимний бассейн. Зимний бассейн нет, здесь есть два больших бассейна открытых, детский бассейн. Ну, сейчас посмотрим, пойдемте, я там буду рассказывать. Ну, вот видите, здесь комплексы больших городов. В Мерсине, получается, 2 миллиона, да, людей? Да, 2 миллиона, ну, около 2 миллионов вообще, я думаю, что с весны эта цифра уже изменится, потому что сейчас очень много. После этого видео? После этого видео, да, уже здесь снимали, переснимали, все снимают, поэтому я вам как-то скажу, что очень много, популярен сейчас Мерсин, здесь уже проданы почти все квартиры. Так, ну что, что мы видим? Придомовая территория? Мечту скейтбордиста мы видим. Где она? Ну, бетонные плиты, смотри, какие ровные. Ну, да. Такая вот у вас беседочка будет. Их будет 2, в серединке будет фонтанчик, да, вот там вот будет площадка, видите, баскетбол. Ага, спортивная площадочка. Да, спортивная площадка будет, зеленая территория, большой бассейн, взрослый, и там еще один взрослый бассейн, чуть поменьше, а вот там уже детский бассейн. Ну, и детская площадочка, сам домик. Это как раз площадка под детские горки, да, или что? Да, это здесь будет аквапарк, здесь будут горки. Вот, видишь, вот это вот? А, вот это, да? Ага. Там детская площадка, в этом комплексе, вот в этом блоке, будет здесь закрытая детская комната, то есть можно будет спуститься там, где детки будут играть, именно закрытая комната. Здесь в блоке не будет никакой инфраструктуры, а вот здесь уже будет сауна, хамам и фитнес. Мы ее сейчас не посмотрим, она еще не готовая, да? Сауна сделана уже, в принципе, можете, но там плохо видно, и как бы там не доделано. Итак, друзья, шоурумчик. Настя, сколько планировка? Это 2 плюс 1. 2 плюс 1, цена? Цены здесь начинаются от 361, вот так вот, то есть все в зависимости от этажа, квартиры и блока. 40 тысяч евро. Сейчас номер у вас появится на экране, это номер ватсап, пишите, звоните, скинем полностью весь прайс. Ну, слушай, это уже мне побольше нравится. Вот она, кухня-гостиная. Да, ну уже видно, что уровень чуть-чуть другой. И по стеклопакетам, и по всему, да. Здесь ламинат. Здесь, кстати, газ, да, тоже можно батарею устанавливать, чтобы, в принципе, даже сейчас не холодно. Вот заметила. Да, но здесь это теплый дом, и здесь солнце, оно нагревается. Ну, сам видишь, что здесь, в принципе, уже тепло. А летом такая же, да, жара, как у нас в Илане, 100%. Одинаково. Одинаково. Ну, вот она, придомовая, друзья. 2 плюс 1, от скольки еще раз? 361, там есть разные, есть цены. В лирах, да, опять у нас? Да, в лирах, я говорю, потому что... Здесь, в лирах, всегда в лирах. Окей, окей. Ну что, года на кухне-гостиная, классная. Вот это уже, да? Ну, как тебе? Там бытовка или гардеробная. Бытовка. Смотрите, вот это, смотрите, интересное такое... Санузел интересный. Шкафчики красивые. Здесь еще зеркала, да, не хватает. Комната номер 1, спальня. А, это нет, получается, архитическая спальня комнаты, своим самым зломом. Ага, вот он. Это что тут такое? Смотрите, вот так вот открываешься. А, и здесь вот санузел. Этот шкаф, в принципе, его можно поставить не здесь, потому что, мне кажется, он много места занимает. А что сюда вообще складывать, я считаю, что тоже... Можно какие-нибудь, что-то для полотенца там поставить. Но он просто большой, мне кажется, его проще было бы поставить вот там. А стиралка куда? На кухне? Стиралка вот там, на балконе. Стиралка на балконе? Да. Что за инновации такие? Ну, вот такие, вот здесь, пожалуйста, стиралки. Реально. В Валанне в последнее время то же самое. Ты что, не видел такого? В жизни даже, вообще. Так, это у нас территория соседнего комплекса? Нет, это вот это, ну... Вот это? Вот это, да, это соседнего комплекса. Ну, вот это наша, понятно. Это наша, да. Вот мы заехали. Здесь вообще поля. И гор. Так. Также выводы под батареи все уже сделаны. Угу. А гардеробная, пожарный выход только с этой стороны открывается. Да ладно, можно выбежать с гардеробной, типа? Ты не похож в подъезд, прикинь? Это интересно. Это интересно. Это интересно. Что тебе надо, погромная? Здесь, вот, это обязательно. Так, тут целая, блин, да. Ну, это гардеробная, прикинь, но самая была. Так, ну, еще одна комната. Еще одна комната, да, с параллужским ваконом. Здесь для детей, да, нормальная, да? Реально поставил ты на диван и продаешь, как три плюса. Дереть замуровал. Да, да, да. Я смотрю, вот здесь у нас что-то нету такого валанья. Вот эти делают, как они правильно называются? Карнизы? Карнизы, что ли? Ну, я поняла, что это как... Что-то декоративные вот эти дела. Декоративные, да. Это будет на вот эти вот дырочки. Это будет здесь на... Подзерки. Нет, это не розерки. Это будут фонарики на шапке. Подсветочка, да? Когда будет. Класс. Вот здесь, кстати, мы не обратили внимания. Здесь это шкаф или... Да, это шкаф. А как он? Открывается. Нет, будут ручки здесь сделаны. То есть пока еще не завершено, да. Здесь будут ручки сделаны и все, вот так вот. Вот это вот в стандартную отделку не входит. Зеркало, я имею в виду, что при желании его можно поставить как экстра. И вот эта дверь, они все стандартные, в принципе, в этом комплексе вот так. Купешная, да? Купешная так. Что-то повыше посмотрим? С видом? Мы можем просто сейчас посмотрим еще 3 плюс 1. Просто, чтобы вы понимали планировку. И потом поднимемся на какой-то блок выберем, какой-то вам больше нравится, посмотрим. Здесь получается 2 квартиры на этаже. 2 квартиры на этаже, 2 лифта на каждом блоке. 1 плюс 1 здесь вообще не существует в этом. Нет, 2 плюс 1, 3 плюс 1 с одной стороны. 2 плюс 1, с другой 3 плюс 1. Вот мы сейчас 3 плюс 1 попадаем. Отделка такая же. Просто тут чуть больше гостиная. Тут еще кухня. Ну и большой балкон, дополнительная комната. Балкон здесь больше, чем 2 плюс 1. Цена? Цена здесь начинается от 450 тысяч лет. Это для телевизора уже, да? Ну да, но они тут делают шоурум. Пока еще здесь также панорамное остекление. И здесь больше балкон. Ага. Так, здесь у нас балкон. Ну кому какая планировка нужна? То есть кому-то 3 плюс 1 это будет слишком много. Для меня, например, это слишком много. А здесь тоже, да, пляж такой хороший? Здесь пляж и галька, и песок. Мы также, в принципе, если хотите, можем до него доехать. Посмотрим. То есть тут недалеко. Вот, пляж хороший. Но есть места, где камушки есть. А здесь также, как на Катларе, тоже везде ставят генератор, да? Или здесь нет проблем с электричеством? Нет, здесь не во всех комплексах ставят генератор. И здесь, конечно же, есть как в Валане проблемы с электричеством, потому что когда сезон дождей и ветер, то оно бывает слетает. Но в этом комплексе генератор есть, и он будет установлен. Ну, надо сейчас людей напугать, что у тебя вообще выключали хоть раз свет. У меня было, вот когда мы, по-моему, раз в 4 дня отключаем. У нас есть генератор, поэтому там это буквально происходит так, отключилось, и через 30 секунд... Слушай, ну в оба у нас было только вообще давным-давно. Один раз. Мы утром с тобой выезжали. Да, у нас генератор работал. Утром мы выезжали, генератор работал. То есть, видимо, он всю ночь вот работает. Это просто может быть не ощущается, но на самом деле, когда ты живешь в доме без генератора, то это может ощущаться. Можно в лифте застрять. И на полдня, да, выключить. В лифте можно застрять, получается. Свет выключили, ты в лифте едешь. В лифте застрять можно вообще полдня без света просидеть, поэтому... Так, ладно, давайте дальше квартиру посмотрим. А сколько они по квадратуре? Наверное, так не вспомнили. А 135, это 2 плюс 1, 150, это 3 плюс 1, по внешним стенам. Опа, а это что такое? Здесь турецкий туалет, да, ну потому что... Ну, извините. А что за фигня, блин? Хотите переделать? Это не проблема, можно поставить унитаз сюда. Это вообще, конечно, интересно. Такого я не видел еще. Ну, здесь... Женя. Ну, да, ну ладно, но надо, да, переделать. Ну, это для кого как, понимаете? То, о чем ты мечтал? Для костевой туалет. Так, здесь у нас получается. Первая комната, здесь можно делать как кабинет. Ну, то есть, тут планируется. Здесь как детская используется. Но она небольшая, здесь очень достаточно рамостный. Как, на мой взгляд, поставить? То есть, можно было бы попроще. данный момент здесь можно было это наградили так был кончик он чуть чуть меньше что нужно было бы мелко то ли реально загромоздили так и здесь хозяйская гардеробная а вот кстати как гардеробная выглядит с этой двери ну там блин комната какая-то гардеробная я полюбил эту дверь нет, эту дверь можно закрыть вот там зеркало отличное решение вау, вау иллюстры там вообще произведение искусства ну хорошо поднимемся, еще видовуюку не глянем квартира 3 плюс 1 в принципе все то же самое, только не доделано ну вот тоже вид хотим вам показать побыстрее да, о, ну да то есть там море, тут море, там море да, прям морюшко ну вот это, другое дело озеро у тебя, два озера сюда запустите этих рыбешек, уток все, смотри, вон, чуть ли не березовый лес да, здесь парень еще на родину похожи ну и смотри, до моря если бы не эти дурацкие парень до моря сколько здесь? 300 метров, наверное, до моря 500 все-таки по ощущениям 300 ну ты неправильный риэлтор настоящий риэлтор должен говорить 150 метров 200 метров 200 максимум я могу сказать 50, вот оно кусочек моря просто вот он, пожалуйста окей, окей да, ну вот это уже поинтереснее ну вот это уже поинтереснее Так, друзья, мы решили выйти из машины и немножечко прогуляться по набережной. Настя говорит, сейчас все будет. Но, блин, вот здесь мне нравится, вот здесь реально мне нравится. Вот он, большой город. Прям почему я соскучился, честно говоря. Классно, классно. Красиво. Здесь что-то люди гуляют, да? Какие-то дела у них есть. Это что, люди? В общем, друзья, приехали, как Настя выражается, в лакшери-мест. Ну, типа, магазины. Да, здесь магазины. Тут кто-то из богатой семьи. Всякие бутики. Но так как карантин, у нас все закрыто. Народу нет. Здесь, как правило, говорят, куча народу. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.